Больше 30 тысяч западноказахстанцев заболели ковидом с начала пандемии. Только за последнюю неделю зарегистрировано 1044 новых случаев. Остановить эпидемию может лишь вакцинация. В западноказахстанской области получить прививку от коронавируса должны 360 тысяч человек. Больше трети уже обезопасили себя. Тему продолжит Роза Сатканова. Коронавирусная инфекция не обошла стороной семью Демеова. В прошлом году заразились все. Хуже всего пришлось супруге. В тяжелом состоянии ее доставили в больницу. Сам глава семейства лечился дома. Вспоминая этот тяжелый период, сельчане решили обезопаситься. Всю надежду возлагают на вакцину. Считаю, что нужно вакцинироваться, чтобы уберечь себя, свою семью. Поэтому сегодня и пришел на процедуру. Тем временем эпидемиологическая обстановка в Жангалинском районе не лучшая. С начала года заболели более 300 человек. В инфекционном стационаре находится 17 больных. 64 жителя под амбулаторным наблюдением. Среди них беременная женщина и двое детей. Привиты же пока чуть больше 30% населения. В прошлом году ситуация была гораздо хуже. Сейчас есть возможность остановить эпидемию посредством вакцинации. Объясняем это людям. Проводим встречи. Вакцин у нас достаточно. В наличии 1250 доз спутника ВИ и 30 доз Казвак. Прививку сельчане получают не только в центральной поликлинике, но и в амбулаториях, медицинских пунктах. Еще сложнее ситуация в самом отдаленном от областного центра районе Букиардинском. С прошлого года здесь зарегистрировано 11 летальных исходов. В инфекционном отделении районной больницы лечения получают 7 сельчан. Состояние двух тяжелых. Сейчас заболевших 280 человек. По данным врачей, никто из них прививку так и не получил. 40% населения вакцинировано, 8203 плана у нас. Вакцинировано 3301 человек, первый компонент и второй компонент 2600. На данный момент резерв вакцин у нас 500, первый компонент спутник российского производства и 865, второй компонент. Ожидается поставка Казвак вакцины, 30 доз, первый компонент, 8 первичных кабинетов по району. Однако больше всего больных в областном центре. На Уральск приходится почти 40% от общего количества зараженных. Высокозаболеваемые специалисты связывают с несоблюдениями уральцами карантинных мер. Несмотря на то, что область находится в красной зоне, здесь по-прежнему работают развлекательные учреждения и проводятся тои. Только за прошедшую неделю членами мониторинговой группы выявлено 9 нарушений. Среди них функционирующие выходные, увеселительные заведения с сотнями посетителей. Число заболевших, заражившихся вирусом, оно не уменьшается. Поэтому мониторинг группам приходится усиливать свою работу. Мониторинг группы, она не ставит перед собой задачу именно штрафовать хозяев ресторанов, либо горожан, которые проводят данные мероприятия. Здесь основная цель – недопущение массы скопления людей. Только вчера за выходные дни, в субботу, в воскресенье, у нас было выявлено 4 нарушения. Это в ресторане в поселке Зачаганск, в двух ресторанах в поселке Геркул, а также в городе было выявлено проведение массовых мероприятий в ресторане Голд. Владельцам ресторанов и организаторам мероприятий грозит штраф. Тем временем за последние сутки зарегистрировано больше 100 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Росаткан, Абладжер Лгасов, Хабар-24, Западно-Казахстанская область.